здравствуйте мы дошли уже до третьего семинара по дифференциальной геометрии и топологии значит так как у нас семинары соответствуют лекциям в соответствующей лекции я рассказывал касательные векторы векторные поля коммутатор векторных полей и дифференциал отображения ну вот значит у нас есть четыре задачи на эту тему для этого семинара давайте мы посмотрим сначала на первую задачу значит первая задача такая что рассмотрим окружное заданное уравнение ничего проще этого уравнения быть не может окружность центром в нуле радиуса 1 и рассмотрим точку п которая вот такие вот координаты значит что нужно найти какова размерность касательного пространства в этой точке вот и найти еще базис какой-нибудь в тпс-1 значит задача она очень простая но я специально хочу ее обсудить потому что часто возникает одна такая путаница вот смотрите с одной стороны мы знаем что у нас касательное пространство в точке это векторное пространство но с другой стороны из-за того что у нас в данном случае мы рассматриваем одномерную поверхность то есть то есть кривую в двумяном пространстве то есть в плоскости это векторное пространство можно в то же время рассматривать как афинное подпространство размерности 1 внутри плоскости то есть вы смотрите как мы здесь можем поступать но можем поступать например так можем сказать что давайте мы параметризуем нашу окружность да то есть я могу взять параметризацию вот такую вот x равно косинус фи, а y равно синус фи. Это то же самое, что мы рассматриваем такую вот параметризацию из r в r2, такую, что у меня r от фи, это значит у меня косинус фи синус фи. И мы тогда знаем, что соответствующий базис в касательном пространстве будет состоять из производных r по всем параметрам, по всем локальным координатам. Локальная координата у нас одна, это фи, значит производная r по фи, это будет минус синус фи косинус фи, и мы знаем, что вот этот у нас базисный вектор. Значит, что мы знаем? Первое, мы можем сказать сразу, что размерность равна единице. Почему? Потому что это одномерная поверхность, у нее одна единственная локальная координата. Значит, второе дело, как установлено базис. Нужно найти фи, который отвечает, ну, 1, 2, 1, 2, нужно найти фи, который отвечает вот этой вот точкой. Значит, вот П у нас это 1 на корень из 2, 1 на корень из 2, и я знаю, что вот это у меня косинус фи, а вот это у меня синус фи. Значит, что, если я разделю друг на друга, у меня тогда будет, что, значит, тангенс φ у меня равно единице, но на самом деле, как бы, эта штука, она 2π периодическая, поэтому можно смотреть с точки зрения всего до 2π, поэтому, значит, из этого следует, что φ у меня, значит, чему равно или π на 4, значит, или π плюс π на 4, значит, 5π на 4, но, значит, нам нужно посмотреть теперь на вот это, да, как бы, если у нас π на 4, то мы вот здесь, и у нас косинус и синус, они положительные, если 5π на 4, то мы здесь, и у нас они отрицательные, да, поэтому, значит, у нас, мы находимся вот здесь, вот, значит, так как, значит, косинус φ и синус φ больше нуля, значит, у нас π равно r от π на 4, вот, тогда, значит, тогда у нас соответствующий боесный вектор, тогда вот этот r φ от π на 4, который у нас, значит, будет минус 1 на корень из 2, 1 на корень из 2, значит, это у нас базис в вот в этом вот касательном пространстве, да, то есть, значит, вот у нас наша окружность, да, значит, вот у нас единичная окружность, это у нас единичка, вот у нас точка π, да, и, значит, как у нас устроен, значит, этот вот самый вектор, этот вектор у нас смотрит вот сюда и вот сюда и вот сюда, вот, вот, вот он вот такой вот вектор, да, Если я приложу его в этой точке, мы не будем забывать, что вообще у нас векторы свободные, но мы можем их прикладывать в разных точках. Поэтому смотрите, что у нас происходит. С одной стороны, значит, TPS1 это значит векторное пространство. Значит, ну смотрите, но ему можно сопоставить афинное подпространство, которое устроено как P плюс вот это самое векторное пространство. Потому что смотрите, вот это у вас какое-то одномерное векторное пространство, это прекрасно, но вы на самом деле рисуете обычно вот такую штуку. Вы рисуете вот эту прямую и говорите, что вот это вот и есть, значит, TPS1. Но вы же при этом на самом деле рисуете афинное подпространство, на самом деле это ясно хотя бы из того, что векторное подпространство всегда содержит в себе ноль, оно не проходит через точку ноль. То есть, когда вот вы рисуете касательное пространство вот так вот и говорите, что вот это и есть касательное пространство, то вы на самом деле отождествляете его с вот таким вот афинным подпространством. И у него можно даже написать уравнение, да, почему? Потому что как у нас устроено, значит, это подпространство, да. Ну, устроено просто, да, значит, у нас это P, да, значит, P у нас это 1 на корень из 2, 1 на корень из 2, плюс T умножить на вот этот вектор. Что у вас будет минус T на 1 на корень из 2, а там будет плюс T на 1 на корень из 2, да. Это вот у нас параметрическое уравнение вот этого вот афинного подпространства. Если вы сложите его, то вы на самом деле исключите T, и у вас получится вот такая вот штука. Да, только, нет, не вот такая штука, вот такая штука у вас выйдет, да. То есть, как бы, если я хочу взять и написать уравнение соответствующее афинного подпространства, но я из этой системы должен просто исключить T. Ну, я вижу, как бы, опытным глазом, что достаточно сложить эти уравнения, у меня тогда получится вот такая вот штука. Поэтому, смотрите, значит, у нас ответ следующий, что это одномерное векторное пространство, да. Значит, базис в нем, если мы рассматриваем его как подпространство в двумянном векторном пространстве, вот такой вот. А если мы отожветляем его с афинным подпространством вот вот этим, то его уравнение, оно будет вот такое. Ну, вот такая незамысловатая задача. Давайте мы теперь двинемся дальше. Смотрите, вот задача 2. В ней тут несколько пунктов, поэтому давайте мы, значит, будем решать их по очереди, да. Ну, вот, значит, здесь у нас уже будет сфера. Значит, x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат равно 1, да. И у нас дана точка. Значит, вот такая 2 третих, 2 третих, 1 третих, только тут 2 третих, да. Значит, ну, легко видеть, что у вас 4 плюс 4 плюс 1, это 9, поэтому эта точка действительно там лежит, да. Значит, и вам в пункте А предлагается описать касательное пространство в терминах объемящего пространства. Что это значит? Ну, это значит просто взять и найти вот такую же плоскость, как бы, ну, давайте мы это будем делать. Вот эти, для этого как-то можно поступать по-разному. Можно поступить, например, вот так, да. Можно взять и заметить вот такую вот вещь. То есть, у нас есть поверхность, заданная вот таким вот уравнением, да. Что такое касательный вектор? Касательный вектор, можно по ним думать как про вектор скорости кривых, лежащих на этой поверхности, да. Поэтому у нас, если есть какая-то кривая, которая лежит на этой поверхности, она удовлетворяет тогда вот такому вот уравнению. Так ведь, потому что она лежит на этой поверхности. А давайте я возьму производную по t. Да, значит, что у меня будет? У меня будет, значит, производная f по x от вот этой вот точки на x с точкой от t плюс, значит, f, y. Ну, давайте я не буду писать аргументы, это понятно, что они там будут такие же, да. Смотрите, если я считаю, что у меня вот есть какая-то заданная точка p, да. И вот у меня кривая такая, что у меня x от нуля, y от нуля, z от нуля равно у меня p, да. Значит, а ее вектор скорости в этой точке, которая у нас будет какой-нибудь там v1, v2, v3, это координаты вот вектора v, да. И я подставлю вот туда 0, что у меня будет? Смотрите, если я подставлю вместо t 0, да, у меня вот здесь все это превратится просто в координаты точки p. То есть у меня будет f, x в точке p, а x в точке превратится мне просто в первую координаты вектора, да, и так далее. То есть, смотрите, значит, у меня получается, что если у меня v в этой вектор скорости кривой, держащий на поверхности, которая вот неявно задана одним уравнением, то на самом деле он удовлетворяет вот в таком вот условии, да. Поэтому, значит, если я возьму, значит, нашу поверхность, да, у меня здесь, значит, производная по x, это у меня будет 2x, производная по y, это 2y, а производная по z, это 2z. Тогда, значит, это уравнение будет у меня устроено как, я вспоминаю, кто у меня точка p, значит, у меня будет 4 третьих v1 плюс 4 третьих v2 плюс 1 треть v3 равно 0, да. То есть, значит, я понимаю, что у меня, значит, то есть у меня вектор касательный, значит, у меня вектор v принадлежит касательному пространству этой точки p, значит, ks2, это эквивалентно тому, что у меня выполнено вот такое вот уравнение. Я могу на самом деле на 1 треть разделить, у меня тогда, а, только тут будет 2 третьи, да, значит, на 2 третьи я могу разделить, у меня получится 2v1 плюс 2v2 плюс v3 равно 0. Значит, вот у меня вот такое вот описание может быть, да. Значит, если я хочу там выбрать базис, я могу его выбрать, да, как бы, это не вопрос, это просто базис в соответствующей, это просто соответствующая фундаментальная система решений. Этого уравнения, да, а могу поступить как раньше, да, и я могу сделать это в параметрическом виде. Смотрите, я, так как у меня в следующих пунктах используются стереографические координаты, я буду сюда использовать стереографическую проекцию, да. То есть, значит, вот это мы, значит, ищем через неявные уравнения, а через явную параметризацию, это будет устроено так, вот, значит, параметризация. Параметризация, значит, сферы. Давайте я буду использовать через стереографическую проекцию. Мы эти формулы уже выводили, значит, я напомню, что происходит, тем не менее. У нас есть сфера, мы выбираем там северный полюс, это у меня x, y, z, и я каждой точке P отличный от полюса, я сопоставляю вот, что, как бы, я провожу прямую через полюс и эту точку, и я в эпатериальной плоскости получаю точку U, V, 0. Ну, 0, потому что эта плоскость, Z равно 0. Тогда у точки P координаты, они устроены вот так, значит, мы их когда-то вывели, это будет 2U на 1 плюс U квадрат плюс V квадрат, 2V на 1 плюс U квадрат плюс V квадрат, и, значит, Z, который будет у нас минус 1 плюс U квадрат плюс V квадрат, 1 плюс U квадрат плюс V квадрат, да. Значит, можно написать обратные формулы, они эквивалентны, у нас, значит, что U это x на 1 минус Z, а V у нас это y на 1 минус Z, да. В частности, давайте мы заметим, что P, которая, значит, у нас 2 трети, 2 трети, 1 треть, это ее координаты, тогда эквивалентны тому, что U у нас равно, значит, 2 трети поделить на 1 минус 1 треть, это будет 1, а V это будет, значит, 2 трети поделить на 1 минус 3, тоже будет 1. Это не случайно, что у этой точки были такие координаты, в этих координатах очень удобно подсчитывать. Вот, значит, и что мы делаем с этим всем дальше, да, значит, мы с вами, сейчас я обновлю эту черту, вот, мы найдем с вами тогда базисные векторы, как мы это делали раньше, как для параметрической поверхности, да. Значит, у нас вот эта параметризация вот такая, она просто обозначает, что у нас, нашу сферу можно написать, как r от u, v равно, вот, значит, вот, значит, вот x выраженный через u и v, y выраженную через u и v, значит, и z выраженным через u и v. А дальше нужно почитать производные, это уже какая-то работа, да, давайте мы заметим, что dx по du у нас будет равно чему, да, значит, у нас тут внизу производные, значит, внизу у нас тут будет квадрат, а наверху будет 2 умножить на 1 плюс u квадрат плюс v квадрат минус 2u, умножить на производную знаменателя по u, это на 2u, равно, что, значит, у меня будет, у меня будет 2, да, значит, плюс 2u квадрат минус 4u квадрат, минус 2u квадрат, да. Знаете, это еще у меня будет плюс, плюс 2u квадрат поделить на вот такую вот штуку, ну, тут как-то особо не упростишь, да, тут 2 на 1 минус u квадрат плюс v квадрат поделить на, значит, 1 плюс u квадрат плюс v квадрат в квадрате. Так, сейчас одну секундочку, верю ли я в этот результат? Сейчас, главное, чтобы я правильно подифференцировал, так, производную по u, того, что сверху на это, ну, да, похоже. Да, значит, dx по dv у меня будет, значит, производная этого по v, это будет проще, это будет минус, значит, сюда пойдет квадрат, да, значит, а здесь будет 2u на 2v, это будет 4v, вот такая штука у нас будет, да, значит, и у нас будет d, сейчас это не dx, только это у нас, а, ну, да, хорошо, я начал считать производную x по всему, ну, хорошо, давайте считать теперь y, производная y по u, ну, смотрите, у меня вот вот эти штуки не отличаются тем, что я взаимозаменяю u и v, поэтому производная этого по u у меня, в общем, вот этого по u у меня будет минус 2uv поделить на вот это все, а производная y по v у меня будет, как здесь, только заменить u на v, значит, 2 на 1 плюс u квадрат минус v квадрат, на вот это вот. Так, ну, и теперь более сложная вещь, значит, dz по du, значит, что это у меня будет, значит, здесь у меня будет 1 плюс u квадрат, в квадрат плюс v квадрат, в квадрате, там у меня будет производная этого по u, это 2u умножить на знаменательный, минус то, что у меня сверху, умножить на производная этого по u, это будет 2u, и что же такое у меня будет? давайте посмотрим, значит, у меня тут будет 2u, минус минус 2u, это будет 4u, а дальше у меня будет 2u в кубе, да, минус 2u в кубе, оно у меня сократится, а еще у меня будет, значит, плюс 2u в квадрат, а, ну и минус 2u в квадрат, это сократится просто, вот такая будет штука, да, надеюсь, что я не ошибся, тогда вот это будет, тогда то же самое, мы только u заменить на v, отлично, тогда что у меня будет, если я подставлю нашу точку, значит, смотрите, у нас, значит, r по u, например, да, это, значит, dx по du, dy по du и dz по du, ну, потому что r это x плюс z, да, поэтому у нас r по u в точке p, да, смотри, значит, я знаю, что у меня у точки p локальные координаты u равно 1, v равно 1, поэтому, значит, то, что у меня получится, да, значит, я вот сюда подставляю u равно 1, v равно 1, да, значит, сверху у меня будет 2, а внизу у меня будет 3 в квадрате 9, да, теперь dy по du, вот такая штука будет минус 2 девятых, а dz по du, вот такая штука будет 4 девятых. Давайте проверим, что это у меня вот такому вот уравнению, да, значит, у меня будет тогда там 2 вот этих, это будет 4 девятых плюс вот это минус 4 девятых плюс... вот, когда я здесь переписывал, я здесь потерял двойку, а тут на самом деле четверка, вот, значит, поэтому у меня здесь будет 4, поэтому у меня получится 4 девятых минус 8 девятых плюс 4 девятых это 0, да, сходится с этим уравнением, а здесь у меня будет минус 8 девятых плюс 4 девятых плюс 4 девятых тоже будет 0, да. Поэтому, значит, у меня вот этот базис, он действительно базис вот таких вот решений, да, поэтому я могу тогда писать или так, или сяк. То есть я могу сказать, что у меня касательное пространство в точке, значит, P к S2, оно у меня устроено или как такие векторы V, что у меня 2V1 плюс 2V2 плюс V3 равно 0, или я могу писать, что у меня это просто линейная комбинация вот этих двух векторов, да, я буду писать линейное пространство, порожденное вот такими двумя векторами, да. Значит, 2 девятых минус 4 девятых 4 девятых и минус 4 девятых 2 девятых 4 девятых. Ну, на самом деле можно их отнормировать, да, смотрите, я могу эти векторы разделить на 2 девятых, тогда у меня будет 1 минус 2 2 и минус 2 1 2, да, как бы, ну, базис определён с точностью до пропорциональности, да. Значит, можно более того сделать следующую штуку, можно описать опять-таки как ащинное подпространство, да. Значит, то есть, опять-таки, когда вы рисуете вот такую вот картинку, да, значит, вот у вас точка P, и через него проходит вот эта плоскость, и вы пишете, что это TPS2, то на самом деле мы рисуем отождествив с афинной плоскостью, с афинной плоскостью, значит, P плюс TPS2, да, вот, а как тогда её выискать? Ну, очень просто, пусть у меня, значит, точка XYZ принадлежит вот вот этой штуке. Это эквивалентно тому, что у меня, что у меня XYZ минус P принадлежит вот этому самому TPS2. А это эквивалентно, это чем? Значит, вот координаты этой штуки минус P, это будет что у меня? Это значит, у меня будет X минус, значит, 2 трети, Y минус 2 трети и Z минус 1 трети. А я знаю, что лежать внутри касательной плоскости, это будет строить вот этому уравнению. Поэтому у меня будет на самом деле вот такая штука. Ну, здесь скобки можно не писать. Если я раскрою скобки, что у меня будет? У меня будет 2X плюс 2Y плюс Z. А то, что у меня будет минус 4 трети, минус 4 трети, это минус 8 трети, да. Вот, и еще минус 1 треть, это минус 9 трети. Это значит, минус 3 равно 0, да. То есть, вот у меня будет, значит, вот такое вот уравнение. То есть, значит, можно писать так. Значит, что у нас дальше там следует? Значит, дальше у нас следует пункт B, да. Значит, ну тут на самом деле я решила несколько не в порядке. Пункт B это, значит, найти координаты U и V точки P. Ну, вот они, значит, вот, да. Мы их уже выискали, да. Значит, U равно X на 1 минус Z равно, значит, будет 1. И V равно Y на 1 минус Z тоже будет равно 1. Значит, то есть локальные координаты U, V точки P равны 1, 1. Значит, дальше, значит, у нас пункт V тут написан найти координаты базисных векторов D по D, U, D по D, V. Ну, отлично. Нужно просто вспомнить то, что я рассказывал в лекциях. То, что D по D, U это на самом деле R по U. Ну, значит, поэтому, значит, это равно у нас, значит, вот тому вот вектору в точке P. В точке P, да. И аналогично, аналогично у нас, значит, D по D, V это R по V. В точке P это равно у нас вот такому вот вектору, да, значит, минус 4 девятых, 2 девятых, 4 девятых, значит, в точке P. Отлично. А теперь более сложная штука, да. Значит, вот у нас пункт G. Значит, нас просят рассмотреть вектор V, который у нас D по D, U. Да, тут как-то очень кучерявок получилось. Давайте D по D, U плюс D по D, V, значит, V, T, P, S2, да. И, значит, нужно найти его координаты в базисе D по D, S, D по D, T. Где S и T это стереографические координаты, которые получены проекцией из южного полюса. Ну, давайте это дело делать. Значит, смотрите, нужно просто вспомнить, как преобразовываются координаты вектора, да. Значит, то, что если у нас был, значит, здесь можно считать по-разному, да, но, например, так, да, что если у нас был, значит, вектор D по D, U плюс D по D, V, да, и если мы применим это к какой-нибудь функции F, давайте мы сделаем так. Значит, что это такое? Это, значит, D, F по D, U плюс D, F по D, V. Я могу взять и воспользоваться с правилом дифференцирования сложной функции. Что это будет? Это у меня будет, значит, D, F по D, S на D, S по D, U плюс D, F по D, T на D, T по D, U. Это я написал вот в эту штуку. Плюс вот в эту штуку, да, это, значит, что будет? Это будет, значит, D, F по D, S на D, S по D, V плюс D, F по D, T на D, T по D, V. Да, равно. Значит, если я вынесу, значит, функцию F, у меня это, значит, будет D, S по D, U, D по D, S плюс D, T по D, U, D по D, T плюс, значит, значит, D, S по D, V, D по D, S плюс D, T по D, V, D по D, T. И вот все это нужно считать в точке P в данном случае. Вот. Отлично. Ну, давайте вспомним, как у нас выглядят формулы преобразования между S и T, да. Ну, у нас, мы их уже считали, значит, эти формулы, они устроены вот так вот. Ну, значит, еще раз, вычисление это чисто упражнение в дифференцировании. Давайте мы это сделаем, да, значит, что у нас будет? У нас, значит, D, S по D, U равно, да, значит, тут у меня будут квадраты, в коще еще в квадрате. Тут производная этого по U, то есть 1 умножить на U квадрат плюс V квадрат минус U умножить на производное этого по U, значит, на 2U. У меня получается тогда V квадрат минус U квадрат на U квадрат плюс V квадрат. В квадрат, да, значит, а D, S по D, V, это будет проще, это будет просто минус, значит, тут будет U, U квадрат плюс V квадрат в квадрате. Нужно умножить на производное этого по V, это будет 2U, вот такая штука, да. Значит, аналогично заменяя U на, S на T, U на V, я могу посчитать, что DT по DU, у меня это будет минус 2UV на вот эту штуку в квадрате. А DT по DV, это будет у меня U квадрат минус V квадрат поделить на U квадрат плюс V квадрат в квадрате. Да, значит, у меня тогда, значит, я вспоминаю, что у меня, значит, что у меня там написано, да. Значит, тогда, значит, у меня в точке P, которая имеет локальные координаты 1 и 1, получаем, что у меня V, который был D по DU плюс D по DV, равно, вот, значит, D, S по DU. Если я подставлю U равно 1, V равно 1, то будет просто 0, оно исчезнет, да. DT по DU. Здесь у меня что будет? У меня будет, значит, минус 2 поделить на 1 плюс 1, 2, 2 в квадрате, D по DT, да. Плюс DT по DV в этой точке будет минус 2 поделить на 2. На 2 в квадрате только умножить, значит, на D по DS. А здесь DT по DV я поставлю единицу, а опять будет 0. Поэтому у меня получится, значит, минус 1, 2, D по DS, минус 1, 2, D по DT. Вот у меня ответ, да. А могу поступить так, как мы с вами обсуждали, что нужно просто умножать координаты вектора на матрицу Якоби, да. Значит, что, значит, у нас будет, значит, координаты V в базисе D по DU, D по DV. А это просто 1, 1, да. Значит, Якобиан замены у нас устроен как? Просто вот эта вот штука, да. Значит, DS по DU, это у нас, значит, V квадрат минус U квадрат на вот это вот. Затем пишу Ж. Значит, DS по DV, это будет минус 2UV на U квадрат плюс V квадрат квадрат. Здесь будет вот это вот. А здесь будет U квадрат минус V квадрат поделить на вот это вот. Отлично. Тогда Ж в точке P. Значит, что, я буду подставлять U равно 1, V равно 1. Здесь мне будут нули, да. А здесь мне будет, значит, я уже считал эти числа, минус 1, 2, минус 1, 2, да. Тогда, значит, что у меня происходит? Тогда, значит, значит, тогда... Значит, координаты V в базисе D по DS, D по DT равны. Значит, я беру наш Якобиан замены. Умножаю на координаты вектора, у меня получается что? Минус 1, 2, минус 1, 2, то есть V равно этот вот коэффициент на D по DS минус вот этот вот на D по DT. И все. Значит, то есть, как видите, это достаточно просто. Дальше давайте посмотрим на пункт D. Значит, тут у нас есть функция F, которая у меня X плюс Y плюс Z. Значит, я ее просто ограничиваю на сферу. Да? Отлично. Давайте мы напишем ее тогда в координатах U и V. Значит, тогда у меня F от U, V равно... Ну, что такое? Я же помню, какие у меня были выражения для X, Y и Z. X у меня это, значит, 2U на 1 плюс U квадрат плюс V квадрат. Y это у меня 2V на 1 плюс U квадрат плюс V квадрат. А за это у меня минус 1 плюс U квадрат плюс V квадрат поделить на 1 плюс U квадрат плюс V квадрат. Вот такая штука. Ну, или вкратце, значит, это у меня минус 1 плюс 2U плюс 2V плюс U квадрат плюс V квадрат поделить на 1 плюс U квадрат плюс V квадрат. Вот я эту функцию x плюс y плюс z взял и записал просто в локальных координатах U и V, которые получаются у меня с помощью стереографической проекции из Северного полюса. А дальше что? А дальше нас просят найти производную f вдоль v. Ну что, значит, нужно вспомнить, что v у нас это просто d по du плюс d по dv. По условию у нас дан такой вектор v, значит, поэтому у нас производная вдоль этого вектора, это будет просто d по du от всего вот этого, поделить на вот эту всю штуку, плюс d по dv от всего вот этого. Ну, эта штука такая чистосчетная, но давайте посчитаем. Вот, значит, у меня df по du, да, вот это первая штука, да. И что мне будет? Значит, у меня будет такая дробь, большая-большая дробь, 1 плюс u квадрат плюс v квадрат в квадрате, а там у меня будет что? Значит, у меня будет производная от вот этого дела по u, это будет 2 плюс 2u умножить на то, что у меня снизу. Минус все то, что у меня сверху. Умножить на производную того, что у меня снизу по u на 2u равно. Ну, давайте посмотрим, что же это такое будет. Вот. Да, значит, у меня здесь будет сверху, так, да, давайте я напишу так, 2 на 1 плюс u на 1 плюс u квадрат плюс v квадрат, значит, минус 2u на вот-вот это. Сейчас мы поймем, почему я не хочу это дело упрощать. Вот эти, нам же нужно посчитать это все в точке p, да, поэтому у меня df по du в точке p будет равно чему. Нужно просто вот сюда подставить u равно 1, v равно 1. Тут у меня будет 3 в квадрате, а тут будет 2 на 2 на 3 минус 2 на минус 1 плюс 2 плюс 2 плюс 1 плюс 1. Что у меня получается? 12 минус 2 умножить на 1, сокращаются 2 плюс 2, 4, 5. Минус 2 на 5, это будет 10. На 3 квадрат, это будет 2 девятых. Отлично. Теперь смотрите, как бы у меня вообще функция f, она симметрична относительно того, значит, как у меня, относительно обмена u и v. Поэтому у меня производная f по v будет встроена так же, только мне нужно u и v обменять местами. Но когда я буду поставлять координаты u равно 1, v равно 1, в этом вообще никакой разницы нет. Поэтому у меня df по dv в точке p будет равняться тоже 2 девятых. Поэтому у меня, значит, производная функция f вдоль v, а вектор v это в точке p, я хочу подчеркнуть, что я даже напишу, что это в точке p, будет у меня df по du в точке p плюс df по dv в точке p, это будет равно 4 девятых. Ну, значит, вот такой у меня получился ответ. Надеюсь, что я не обсчитался. Отлично. Давайте теперь мы будем смотреть на задачу 3. Значит, задача 3. Надо смотреть, значит, на группу SO3. И нужно найти касательное пространство, значит, в единичной матрице. Это в пункте А. Ну, давайте подумаем. Значит, давайте я буду думать в том же самом духе, в котором я думал про сферу как нервно за дну поверхность. Ну, смотрите, ну, во-первых, давайте мы вспомним, что у нас O3 состоит из двух компонент, из которой одна это S3. Это та компонента, которая содержит у меня единицу. Поэтому на самом деле касательное пространство в е, совершенно ничего не знает про вторую компоненту, поэтому на самом деле у меня вот эта штука, это то же самое, что касательное пространство к группе O3. Вот, поэтому на самом деле можно работать с группой O3. Отлично. А тогда смотрите, значит, давайте я буду поступать так, как раньше. Пусть у меня X от T, это значит, кривая на O3 такая, что у меня X в нуле, это у меня е, вот эта точка, а X с точкой в нуле, это у меня там y, это у меня вектор скорости. Значит, вот у меня е, а вот у меня вектор скорости y, а вот, значит, у меня кривая так проходит. У меня вектор скорости здесь тоже будет матрица, да? Отлично. Ну, тогда что я знаю? Я знаю, что, значит, X от T принадлежит O от 3, это значит, что у меня X от T на X от T транспонированное равно у меня е. Вот, поэтому, значит, если я подифференцирую, у меня будет, значит, X с точкой от T на X от T транспонированное плюс X от T на X с точкой от T транспонированное равно нулю. Отлично. Что же будет дальше? Значит, а дальше я возьму и просто подставлю T равно нулю. Что у меня будет? X с точкой в нуле платится у меня в y, а X от T в единичную матрицу транспонирования ничего не изменит. А здесь, наоборот, X от T в нуле превратится в X от нуля, это будет единичная матрица, умножение на нее ничего не дает, а здесь будет просто y транспонированное. Вот, и у меня и получается, что у меня касательное пространство в единице к SO3, которое у меня касательное пространство в единице к O от 3, оно состоит из таких y, которые, значит, у меня матрицы 3 на 3, таких, что y плюс y транспонированное равно нулю. А что это такое? Это просто коссиметрические матрицы 3 на 3. Вот, отлично. Дальше давайте разберемся, значит, что будет. Значит, дальше давайте посмотрим на другую точку. Что же будет, если выбрана какая-то другая точка? Вот у нас здесь выбрана, скажем, вот такая вот точка. Это на самом деле не важно, как она устроена. Просто, ну, как бы, какая-то конкретная точка. Ну, смотрите, мы будем играть ровно в ту же самую игру, да. Значит, вот у меня вот есть это самое O3. Заметьте, что это P, она принадлежит O3, потому что ее подлитель, он равен единице. Вот, значит, у нас точка P, а вот какой-то, значит, вектор скорости Y, да. Значит, у нас будет такая кривая, что X от нуля равна у нас P, а X с точкой от нуля равен у нас Y. Ну, что, значит, будет. Значит, тут точно то же самое, что было, да. Давайте я буду писать вот такую вещь, только без аргументов. Это и так ясно, что у нас там есть кто. Значит, X, значит, сейчас одно такое. Значит, у нас X на X транспортирует. Ну, хорошо, давайте я с аргументами писать буду, а то вдруг кто-нибудь не поймет. Значит, вот у нас уравнение того, что эта кривая лежит на O3. Я его дифференцирую по T. Получается, X с точкой от T на XT от T плюс X от T на X с точкой от T. Значит, равно нулю. Вот. Отлично. И дальше я, значит, что я делаю? Я подставляю T равно нулю. Значит, что у меня будет? Значит, у меня будет здесь, значит, X с точкой от нуля это будет Y умножить на X от нуля это будет P транспортированное. Плюс, а здесь X от нуля это будет P, а X с точкой от нуля это будет Y транспортированное, равно нулю. И вот у меня просто получится, что у меня касательное пространство, оно состоит у меня из таких матриц Y 3 на 3, которые удовлетворяют вот такому вот соотношению. Смотри, для каждой конкретной точки P, если вы распишите в требуемых маточных элементах, это будет какое-то свое соотношение. Отлично. Ну, хорошо, давайте мы пойдем в задачу 4. Вот последняя задача этого семинара. Значит, что мы тут будем делать? Надо рассмотреть отображение, значит, F, которое из сферы без северного полюса в сферу без северного полюса, которое сдается так. Значит, вот у вас на сфере без северного полюса есть графические координаты U и V. Мы объединяем их в такое, в комплексное число Z, которое U плюс IV, и задаем это отображение, как Z равно Z в квадрат. Значит, ну, давайте пойдем по вопросам. Гладкое ли это отображение? Ну, посмотрим. Значит, что у нас происходит? Значит, Z в квадрат, это значит, у нас U плюс IV в квадрате, это у нас будет вещественная часть U квадрат минус V квадрат, а там минус V будет плюс 2 U плюс там I на 2 U и V. Это значит, что у вас F от U и V равно, значит, вещественная часть, мнимая часть. Вот у вас как это самое F от U и V задано в координатах U и V. Значит, оно, конечно, гладкое. Ну, и вообще-то многочередные степени 2. Отлично. Дальше нас просят запишить его в стереографических координатах S, S и T. Отлично. Давайте мы, значит, это дело сделаем. Значит, вот у меня были S и T. Да? Значит, я по ним строю что? U и V. Значит, U у меня это S на S квадрат плюс T квадрат, а V у меня это T на S квадрат плюс T квадрат. Да? Дальше я считаю V. Да? Значит, вот это самая штука, да, вот F. Значит, F от вот этих самых U и V у меня будет равна чему? Значит, вот это все в квадрате минус вот это все в квадрате, да? А тут у меня будет их произведение. значит, ну, что же такое будет, да, здесь у меня будет S квадрат минус T квадрат поделить на S квадрат плюс T квадрат в квадрате. А здесь у меня, значит, 2ST поделить на вот такую штуку. Ну, смотрите, вот это же у меня на самом деле U, а вот это у меня V. А я хочу взять еще и переписать в координатах S и T. Ну, отлично. Ну, и что у меня тогда будет? Значит, тогда, значит, у меня, давайте вспомним, что у меня S, это у меня U на U квадрат плюс V квадрат. Значит, что у меня, значит, будет? Значит, вот я должен это дело подставить. Значит, что у меня будет? Вот U у меня, это вот первая компонента здесь, да, это, значит, S квадрат минус T квадрат поделить на S квадрат плюс T квадрат в квадрате. А тут будет сумма квадратов вот этих штук. Смотрите, у меня будет S квадрат минус T квадрат в квадрате поделить на вот это вот в квадрате. будет в четвертой степени на плюс в тоже в 4 значит здесь будет уже квадрат а здесь я возвожу это в квадрат мне будет четвертая степень и вот на счету источник ошибок вот надо теперь значит я чтобы привести это значит что мы просим дроп я умножу на четвертую степень у меня внизу будет вот такая вот штука а наверху мне будет смотрите у меня будет с квадрат минус т квадрат и мне придется умножить еще на с квадрат плюс т квадрат в квадрате вот такая у меня будет штука вот равно смотрите это будет с квадрат минус т в квадрате на с квадрат плюс т квадрат в квадрате чтобы не будет внизу вот эти все раскроет как полный квадрат и соберу обратно мне есть будет с квадрат плюс т квадрат в квадрате поэтому это сокращается это будет с квадрат минус квадрат на таки форма такая же как там это замечательно что будет ст значит я у меня будет в поделить на квадрат плюс квадрат равнула надо в definite вот вот это вот это будет значит четыре с квадрата квадрат поделить на плюс т квадрат в квадрате внизу будут ровно то же самое что было здесь, значит, t²-t² на s² плюс t² в четвертый плюс 4s²t² на s² плюс t² в четвертый равно, я умножаю на s² плюс t² в четвертый, у меня получается вот такая вот штука. Только сейчас, здесь у меня v, у меня вот такой, у меня будет просто 2st, что-то я тут уже несколько увлекся, поэтому у меня будет 2st, так как здесь вторая степень, я умножаю на четвертую, у меня здесь будет еще, здесь сейчас вторая степень, а тут у меня точно так же, как там, это дело сложится в квадрат квадратов, поэтому будет 2st. Поэтому смотрите, в координатах, значит, st, f имеет вид, это будет вид, значит, f от st равно, значит, s²-t², а тут у меня будет 2st. Смотрите, как бы он устроен у меня просто так и так же. Вот, теперь смотрите, как бы определен ли f в северном полюсе, да? Смотрите, n, значит, имеет координаты s равно 0, t равно 0. Смотрите, это отображение, даже если мы его определили вне северного полюса, прекрасно в него продолжается. Поэтому, значит, да, f определено в n и гладко на всей сфере. Теперь, значит, отдельно, значит, если мы введем комплексную координату w, которая s-i, t, да, значит, что у нас тогда будет? Ну, смотрите, как бы у нас тогда, значит, w в квадрате, это будет s²-t²-i на 2st. Поэтому это значит, что у вас вот это вот отображение, смотрите, это в точности w в w в квадрате. То есть вот так же, как оно в смысле комплексной координаты, было устроено здесь. Поэтому, значит, это гладкое отображение, сфера в сферу, определено оно везде, включая полюса. Значит, оно в стереографических координатах, что из северного, что из южного полюса, пишется одинаковой формулой. И если вы будете писать вот такую вот комплексную координату там, или вот такую вот здесь, то у вас она тоже будет записываться одинаковой формулой. Вот. Ну и это, значит, конец нашего семинара 3. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok